Как-то пришлось мне устроиться ночным дежурным в один из моргов. Работа не пыльная, сутки через трое, лентура покладистая, без особых претензий. Поначалу, конечно, было страшно и противно, потом ничего, привык. Однажды, заступая на дежурство к вечеру, появился Митрич. Он в морге этом лет, наверное, двадцать по работам, приходит и говорит, «Ты сегодня на ночь в дежурке закройся и не выходи, что бы там ни случилось. Ночь сегодня плохая. Первая ночь полнолуния, всякое может быть. Тут и меня, естественно, порвало. Какими только эпитетами я Митрича не наградил. Обидно мне показалось, что малообразованный сторож меня, человека с высшим образованием, пугать задумал». Митрич молча выслушал и говорит, «Как знаешь, я тебя предупредил». Развернулся и пошел. К концу рабочего дня об этом инциденте я, наверное, и не вспомнил бы, только насторожила меня одна деталь. Митрич был трезвым и говорил вполне серьезно. После работы старший прозектор задержался со мной поговорить на философские темы. «Сидим в дежурке, спорим, а мне деталь эта, Митрич трезвый и спокойный, покоя не дает». Поздно вечером мой собеседник ушел, я запер за ним дверь и остался один. Проверил морозильную установку, посмотрел, все ли в порядке в прозекторских, потушил свет и вернулся к себе в дежурку. Там так. Входная дверь, рядом дежурка и длинный Т-образный коридор, в конце которого расположены двери, ведущие в трупохранилище, прозекторские и другие помещения. Всю ночь в коридоре горит несколько ламп. В дежурке тоже свет горит должен. Но сторожа, если спать ложатся, всегда его выключают. Двери, кроме входной, нигде не закрываются, просто плотно прикрыты. В дежурке на двери задвижка, но всегда дверь оставляли настижь открытой. Так же было и в ту ночь. На улице тихо, ни ветра, ни шума машин. На небе низкая луна. Читаю книгу, нет-нет, да и прислушиваюсь к тишине. Полночь в сон потянуло. Решил прилечь. И тут, слышу, в коридоре скрипнула дверь. Осторожно, почти не слышно. Но скрипнуло. Выглянул из дежурки. В коридоре свет тусклый, рассеянный. Там, где двери темно, ничего не видно. Как-то не по себе стало. Однако, думаю, пойду погляжу, почему дверь открылась. Пошел, а чтобы уверенности себе придать, ступая твердо, шаги отдаются глухим эхом. И тут замечаю, нет, даже скорее чувствую впереди, в темноте, какое-то едва уловимое движение. Отчетливо вспоминаю, закройся и не выходи, что бы ни случилось. Медленно отступаю в дежурку, захлопываю дверь и щелкаю задвижкой. По коридору шорох быстрых шагов, обрывающихся у самой двери. Потом снаружи дверь сильно тянут за ручку. Она поддается на несколько миллиметров. Дальше не пускает задвижка. В щели мелькает неясный темный силуэт. И в дежурку просачивается ясный, сладковатый запах трупа. В следующее мгновение я с дикой силой вцепляюсь в дверную ручку. А из коридора что-то безумное, жуткое пытается проникнуть ко мне. Царапает дверь, дергает ручку, шарит по косякам и стенам. И все это происходит при полном молчании. Не слышно даже тяжелого дыхания. Только тянет из-за двери запахом формалина и холодом. Вместе с рассветом в коридоре наступает гробовая тишина. Никто больше не царапает, не рвется в дверь. Но я еще долгое время не могу выпустить ручку, так и стою вцепившись в нее побелевшими от напряжения пальцами. Настойчивый звонок возвращает меня к действительности. И заставляет распахнуть дверь. Коридор обычен и пуст. Оттого кажется, что все происходящее ночью было диким, кошмарным сном. Замок, как всегда, заедает, и я долго не могу его открыть. Наконец мне это удается. На крыльце весело стоит сменщик. Ну ты здоров спать. Битый час звоню, изумляется он. Я невнятно мычу о том, что здорово перебрал спирта. Ничего не слышал. И что вообще меня лучше сегодня не трогать. Рабочий день в самом разгаре, а я никак не могу заставить себя уйти домой. Нервно курю на крыльце служебного входа, и отчаянно пытаюсь понять, что было ночью, реальность или сон. Рядом курит старший прозектор. О чем-то меня спрашивают, я ему что-то отвечаю. А у самого в голове одна только мысль. Это был сон? Этого не может быть. Тут на крыльцо выходит практикант. Андрей Андреевич, странный случай. Готовлю на вскрытие труп утопленника. Ну, того, что привезли вчера. А у него под ногтями полно белой краски. Что, что странного, лениво спрашивает старший прозектор. Краска засохшая, старая, но надломы и срывы ногтей на руках трупа. По моему мнению, посмертные и свежие. Они уходят. Я подхожу к двери в дежурку. На высоте человеческого роста, на гладкой белой поверхности, отчетливо проступают полукруглые царапины и неровные сколы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok